Эксперты считают, что обвал фондового рынка в США стал крупнейшим за 119 лет. Александр, почему это действительно важное событие? В чем его значимость? Значимость такая, что рано или поздно те пузыри, которые надуты, все пузыри, которые надуты сейчас у нас на рынках, то есть несколько у нас пузырей. Один из пузырей это кредитный пузырь потребительского рынка, во всем мире практически нам с вами как потребителям навязали огромное количество кредитов, которые мы практически уже с трудом можем гасить, для этого требуется десятилетие фактически, чтобы погасить кредиты, те которые взяли люди. С другой стороны, те же кредиты дали производителям, в результате очень много созданных производственных мощностей, не нужных никому, в частности вот с Китая сейчас загрузка производственных мощностей, самые мощные фабрики мира, будем говорить, которые обеспечивают сейчас промышленным производством весь мир и по валовому продукту занимает первое место. Так вот их загрузка менее 50%, это вообще парадокс, это вообще нонсенс, понимаете, то есть искусственно накредитовали столько производства, которое никому не нужно стало. С третьей стороны, точно так же кредитуется, допустим, рынок недвижимости, да, то есть и строители кредитуются, чтобы больше строить, и потребители, чтобы больше брать кредитов, цены вздули во всем мире, взвинтили, вот, и в результате, соответственно, никакие экономические законы не работают. Мы с вами все больше должны платить, все больше работать, чтобы получить какой-то свой кусок там жилой площади, на которой, в общем-то, надо потратить десятки лет, чтобы заплатить за эту квартиру. И мы все в такой ситуации. Да, и вот в результате, я хотел просто сказать об этом, что это уже продолжается политика на протяжении последних примерно 30 лет, когда, если раньше у нас хозяева были в бизнесе и как бы там в политике, будем говорить, промышленники, да, которые, ну, нам давали какой-то научно-технический прогресс, развитие там, и вот стимулировали как-то все-таки развитие производства там, и развитие вообще научно-технического прогресса, то последние годы руководят всем банки, то есть они навязывают свою финансовую политику и потребителям, и производителям, и строителям, и там, всем участникам рынка. В результате все в долгах, абсолютно все. Банкиры раздули эти огромные пузыри, должны в том числе огромные деньги государству. Мы знаем, что в Соединенные Штаты Америки только госдолг составляет уже почти 20 триллионов долларов. Понимаете? Вот, это огромная сумма, из которой также эти же банки, так сказать, есть механизм перераспределения этого долга, дополнительное финансирование банков, которые кредитуют, соответственно, уже и правительство, и потребители, и производители, и всех остальных. Александр, а до Израиля это как скоро докатится? До Израиля это, в принципе, уже докатилось. Мы с вами уже имеем пузырь финансовый на рынке, точно такой же в Тель-Авиве. Мы с вами имеем точно такой же пузырь на рынке недвижимости, когда стоят бешеные деньги, квадратный метр жилья, или там, значит, ну просто стоимость квартиры оценивается там. Вот. Просто пока еще общество продолжает вот эту потребительскую линию поведения, то есть его пока еще как-то не сбили. А во всем мире практически уже люди перестали делать покупки и перестали брать кредиты. То есть они как бы стали очень сдержанно, аккуратно относиться к своему бюджету потребительскому, стараются уже как можно быстрее рассчитаться с этими долгами, что невозможно на самом деле сделать. Вот. И как-то вот зажались с потреблением. И таким образом сокращается производство, сокращается спрос, сокращается товарооборот на торговле и так далее. Вот. А в Израиле пока еще как-то вот люди, так сказать, имеют определенный какой-то такой, ну ничем пока, честно говоря, не оправданный оптимизм. Игорь, нам Александр описывал ситуацию почти как в советской пропаганде. Вот ей-богу. Значит, банкиры правят миром. А банкиры то по национальности. А кто у нас банкиры? По национальности Лемон Бразерс и Ротшильд и остальные Рокфеллеры. Остальные Рокфеллеры. Так что же выходит? И выходит, что еврейские мозги должны понять, что они идут не в то направление, и только еврейские мозги могут это направление поменять. Мир сам не в состоянии ничего сделать. Он будет идти, продолжать развиваться, соответственно, эгоизму. Но развитие эгоизма зашло у нас в тупик. Мы видим, что сегодня у нас все системы рушатся в экономике в частности. И поэтому еврейские мозги, которые построили эту систему на основе эгоизма, она здорово работала, пока эгоизм развивался, но он пришел к своему тупику. Он дальше не развивается. Необходим качественный другой скачок. И мы должны понять, что мы дошли до тупика. Перестать искать варианты какие-то на этом уровне и повернуть в другую сторону. Я бы мог предложить две модели, кстати. О чем сейчас, мне кажется, реально думают те самые банкиры. То есть сейчас есть реально две модели. Ясно, что потребительской модели уже никому не интересно. То есть уже тем же банкирам не интересно поддерживать огромное количество потребителей и высокий образ жизни среднего класса, даже рабочего класса и так далее. Так вот, решаются два направления сейчас. Либо, если кто-то читал книгу Оруэлла 1984, там она очень хорошо описана. Когда просто можно людям одной пропагандой заставлять их делать то, что положено, жестко и принуждением. И очень ограниченным потреблением это делать. Совсем не обязательно для этого поддерживать рынок. А другая модель, может быть это так близко, о которой я сейчас Игорь упомянул, это действительно посмотреть какие-то рациональные отношения в обществе и действительно сбалансировать нормальное, необходимое производство и потребление на уровне разумного такого для жизни человека, общества и природы. И какие-то выстраивать отношения между людьми. Так вот, наверное, есть вот в этом выбор как раз у власти имущих, у этих вот, так сказать, олигархов всемирных, которые фактически контролируют и манипулируют и общественным сознанием, и всеми правительствами, и чем только можно. И вот, мне кажется, если бы как-то можно было им предложить, может быть, взвесить там эти две модели и показать преимущества, может быть, они бы нас послушали в этом плане. Но это каббалисты должны делать, судя по всему. Ну вот это мы и делаем, собственно говоря. Мы пытаемся обратить внимание общественности на то, что каббала этот выход описывает нам. И он действительно является выходом. Но сегодня мы продолжаем, находясь в ситуации почти невозможной. Вот, посмотрите, за первые там несколько дней потеряли огромное количество денег, те же самые олигархи, что такое там 190 миллиардов или что-то в этом духе. И дальше нет уверенности, что будет лучше. Но мы продолжаем ощупывать стену, не понимая, что это стена, пытаясь найти в ней проход. В ней нет прохода, это стена. Вот когда мы это поймем, когда количество выпрыгнувших в окно миллионеров превысит какой-то определенный порог, оставшиеся, потеряв все свое состояние, поймут, что надо идти в другом направлении. И тогда вот мы пойдем в этом другом направлении. Спасибо, Игорь. Спасибо, Александр. До свидания. До свидания. Друзья, продолжайте задавать нам ваши вопросы нашим экспертам на страничке в Фейсбуке открытого телеканала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин